Господин премьер-министр, премьер-министр, несмотря на разного рода перипетии на международной арене по нашим отношениям между Беларусью и Азербайджаном, вы и мой друг, мой близкий очень друг и брат Ильхам Гейдарвич должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет. При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов. А то, что у нас сложились такие добрые дружеские отношения, так это история длинная еще со времен Гейдара, с которым, несмотря на разницу в возрасте, мы были очень дружны, мы всегда находили взаимопонимание и поддержку. И я часто Ильхам Гейдарвичу, нынешнему президенту, говорю, слава Богу, что нам с тобой удалось сохранить тот уровень отношений, который был издревле, можно сказать, у нас с его отцом. Поэтому, милости просим в Беларусь, вы для нас близкий человек, вы представляете очень близкую страну. Я даже думаю, что у нас с другими странами нет более тесных и близких отношений, нежели с Азербайджаном, ну и Россией, естественно. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы наши договоренности, которые мы достигли во время моей последней поездки в гости к вам, были реализованы. Я вчера долго разговаривал с премьер-министром Беларуси по поводу экономических вопросов во взаимоотношениях Азербайджана и Беларуси. Никаких проблем нет. Единственное, что он сказал, желательно, чтобы быстрее. Ну, это хорошо, что в правительстве премьер-министр понимает, что надо сегодня быстрее, быстрее, потому что время такое. Если в результате сегодняшнего визита и вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Мы, как президенты, вам мешать не будем, препятствовать этому не будем. Правительства должны ускоряться или замедляться по тем или иным проблемам. На международных площадках, вы знаете, у нас проблем нет. Мы поддерживаем друг друга, поддерживали, будем поддерживать. Я очень благодарен правительству Азербайджана и президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают. Вы знаете, наши отношения – это переплетение, хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Вот наши личные отношения плетены в ткань наших межгосударственных отношений. И это способствует тому уровню, который мы имеем во взаимоотношении. Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана? Мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан для нас сделает все, на что он способен. Потому что так было всегда. Еще раз приветствую вас, Беларуси. Господин президент, уважаемый Александр Григорьевич, в первую очередь хотел бы вас поблагодарить за возможность быть принятыми вами. Для меня это большая честь, для меня и для нашей делегации. В первую очередь имею честь передать вам приветствие и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхам Гейдарьевич Алиева. Как вы сказали, он тоже мне поручил передать дружеский и братский привет. Чем я хочу этим воспользоваться. Между Беларусью и Азербайджаном традиционно, исторически сложились благоприятные и дружеские отношения. Ильхам Гейдарьевич Алиев, президент Азербайджанской республики, придает особое значение отношениям с Беларусью. Это и, как я сказал, сложившиеся традиционные отношения, и здесь особая значимость отношений, сложившиеся между лидерами наших государств, между Ильхам Гейдарьевичем Алиевым и Александром Григорьевичем Лукашенко, между вами. Мы, члены правительства, обязаны и с большим удовольствием выполняем то поручение, которое поставили перед нами наши руководители. Ильхам Гейдарьевич Алиев просил меня также передать вам, было его приглашение для участия в ноябре этого года на мероприятиях, связанной с конференцией КОП-29. Раз Ильхам говорит, значит, будем... Мы особое значение придаем вашему личному участию, которое для этой конференции придает особый статус. Я передал волю моего президента. Спасибо за вашу реакцию, Молоненосный. Я в рамках, Александр Григорьевич, в рамках вашего государственного визита, который вы в мае этого года совершили в Азербайджан, и те задачи, которые были поставлены нам, президентами Белоруссии и Азербайджана, являются дорожной картой для моего правительства. Я говорил со своей коллегой Романом Головченко, он тоже и правительство Белоруссии также это воспринимает. Вы сейчас об этом сказали.